Девушки отдыхают Их главная задача, а сейчас, конечно, главная задача, если они смогут постоять здоровье, выступать за национальную сборную Я считаю, что это самая большая честь для каждого человека, который родился в своей стране, который воспитал его, научил играть в хоккей Я не понимаю тех людей, которые не хотят играть в свою команду Пора просто со сборной чуть позже, через минуту Но сейчас о главном, вот вы пришли на фильм, вот это Ивана Ткаченко, Локомотив Насколько для вас важно, что помнят ребят эту команду, Ивана Святого Парня Я думаю, что эту команду будет помнить всю жизнь Потому что это действительно часть нашей семьи ушла из жизни Я многих хоккейстов знал очень близко, особенно старшее руководство Вот это такая перспективная молодая команда была, которая действительно являлась одна из лучших команд в нашей стране И, конечно, Иван Ткаченко, он здесь раскрылся Почему? Потому что он очень много делал благотворительности Как капитан, он был лидером команды, но он еще и был лидером благотворительства Он очень много помогал людям, детям Это очень здорово, потому что мне это знакомо, я и то же самое делаю Только мы об этом не говорим, и только, может, узнают кто-то И через друзей, или через что-то Потому что, когда ты делаешь благотворительство, то особо не говоришь, что вот я такой хороший Просто он делал свое от чистого сердца, людям помогал Он помогал людям получить хорошее настроение, когда он был на льду Сплачивал коллектив И жизни, оказывается, очень много помогал людям, которые нуждались Это очень здорово, это характеризует его Сегодня самое главное, что вот эти мальчишки, которые хотят стать Овечкиными, Малкиными И чтобы понимали, что хоккей – это не только хоккей, что это еще и жизнь Что рядом люди есть, которые нуждающие Если ты имеешь хорошую зарплату, имеешь возможность помочь людям, знаменитые, почему нет Просто этот фильм, наверное, расскажет и, наверное, как-то подвинет людей многих Просто осознает, зачем ты живешь на этом свете Поэтому я думаю, что это очень важно, чтобы этот фильм показали очень широкомасштабно История до слез, когда за 10 минут до крушения отправлял смс-ку в перевод больной девочке Конечно, конечно Я думаю, что этот фильм нужно предложировать и показывать не только по каналам, но и, наверное, в вузах и всех Чтобы все думают, что хоккеисты, футболисты, спортсмены так живут беспечно Только тратят на шампанское или еще на что-то А здесь вот хороший пример Хороший пример, что вот берите, смотрите, что человек должен, я думаю, делать Не случайно, кстати, Малкин до сих пор играет с браслетом локомотива на руке И у Овечкина на нагруднике на шипках локомотива То есть они тоже показывают ведущий играть в сборной Ну, это говорит о том, что братство, а мой брат всегда есть Поэтому, конечно, я лично, когда зажигал огонь в Сочи, я бежал не один в печатных Хотя мне это было очень престижно, что мне довели Но это не мне дали, это дали команде красной машины, если можно так ее всю сказать Советского периода, российского периода Со мной уже бежали иди, которых нет живых Которые все сделали для нашей страны хоккейной еда И которые сегодня есть, понимаете Поэтому каждый человек, который уходит от нас Будь он молодой, особо печально Как это случилось с этой командой Кто старший, который очень многое сделали для нашего хоккея Это очень больно, потому что мы все в одной семье Мы все проникли на одну идею Подставлять наш хоккей, доставлять удовольствие болельщикам Вот это самая главная задача Последний вопрос такой у меня Собралась на редкость звездная сборная на чемпионат мира Такого не было никогда Впервые в истории вылетели 4 победителя дивизионов Это побеждали эти команды вайлдкарт посеянные То есть это что-то сенсационное творится Я к чему говорю Вот такой звездный состав собрался Во-первых, это давление на тренера Потому что обычный игрок КХЛ Или топ-звезда Ты попробуй к нему найти контакт Каждый раз ставь правильно И во-вторых, сейчас получается Это сборная, от меня будет ждать только золото Даже про серебро будут говорить Что вот, вы взяли Помните, как в Кёльне в 10-м году был супер состав Серебро Вот вы чувствуете, что это давление больше теперь будет? Это спорт и спорт Возьмите и в Сочи У нас тоже была сильнейшая команда Да, да Все практически эти игроки Большинство были и в Сочи Ну, главная теперь задача Вы правильно сказали Главная задача тренеров правильно расставить Потому что не могут все забивающие быть Должны быть такие, как Телегин Которые не давали играть Если он забьет, то спасибо им большое Но его главная задача Гонять их, как вот он 5 на 4 Когда мы играем четверо-пятерых Он просто их душит, туда корню Не дает атаку начать Вот такой работоспособности Такой отдачи, понимаете Вот таких тоже игроки нам нужны Как фейскаут Да, вот как его не взять Как их поменять, а именно вот такого амблуа Поэтому сегодня, конечно, задача тренера очень сложная Потому что и отказать звездам И тем людям, которые не светят в НХЛ Это наши игроки Это не НХЛ, это наши игроки Поэтому здесь нужно четко понять, что он нужен И выстроить тут такую тактику Где-то какие-то звенья Допустим, может быть, там Малкин не должен играть в Савельщики Как это было в Сочи Они забили по одному голу Это неправильно Я думаю, что надо вести Потому что, допустим, Вашингтон Там Кузнецов точно совершенно играет С ним, он уже знает его точку Откуда он бьет Где ему сильные стороны Это как-то и не я решаю Я просто, мы с Вами сейчас вслух разговариваем Что бы мы делали Но сегодня, конечно, все зависит Сегодня зависит Во-первых, от сплощения Потому что мы помним 2000-й год Санкт-Петербурга Когда у нас приезжали люди Гуры по 50 голов забивала И Жамнов И кого только не было У нас все звезды НХЛ приехали И проиграли латышам, белорусам, американцам Одиннадцатое место Вот и все Поэтому еще каскад звезд не означает Что ты победитель Никто в 80-м году на Олимпиаде Бейдам не ложился Американцы выиграли А у нас звездная команда была Не слабее этой Поэтому все еще раз Как тренер Как они достучатся до звездочек До сердца каждого Когда они проникнутся Зачем они туда приехали Для чего Вот это важно А второе Это состав Как правильно Распределить наши силы Чтобы действительно Все звезды были сильны У Купинкова Спасибо вам большое Это будет очень Необычный чемпионат И главное вам удачи Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok